Всем привет! И начну я сегодня с кинообзора «Гуляй, Вася». Я очень люблю актёров из сериала «Фитнес», и как раз вот в этом фильме «Гуляй, Вася» они играют главные роли. Это Борис Дергачёв, который играет в фильме «Фитнес» Борю, и мой любимый Роман Курцев, который играет друга Бори и конкурента. А также моя любимая актриса Любовь Аксёнова, которая снялась во множестве фильмов, в том числе и в «Мажоре» с «Прилучным». То он, во-первых, 16+, это комедия, и она действительно смешная. С точки зрения морали и какого-то навязывания мнения, я бы сказала, что да, там присутствует тема коммунизма, отношение, в принципе, к жизни, потому что если говорить о том, кто вообще является пропагандистом в этом фильме и какой, в принципе, используют метод воздействия на людей, то я считаю, что в какой-то мере диалоги, которая в этом фильме разобрана, она как раз близка к идеологии коммунизма. То есть каждому по потребностям все должны помогать друг другу, никакого не должно быть разделения на богатство и бедность, нужно довольствоваться мало. Вот в чём, собственно, идеология. Лез на стол. Ну-ка уйди! Если его рассматривать с точки зрения объяснения того, как многие не должны жить и как должны жить, я бы сказала, да. Но я, например, не считаю, что такая идеология приведёт людей, которые живут в современном мире, к какому-то тоже удовольствию, потому что всю жизнь быть бескорыстным, добрым... Как раз человеку, который много лет так прожил, очень тяжело, и вряд ли он смог бы жить именно такой жизнью всю жизнь. А те люди, которым до этого было в новинку жить ради кого-то, ради чего-то, кто жил, собственно, эгоистическими желаниями, для них, может быть, эта идеология будет интересна. Давайте пообсуждаем на моём канале. Я выслушаю ваше мнение. Мне будет интересно, как вы считаете, смогли бы вы отказаться от каких-то благ материальных ради того, ради любви, ради того, чтобы остаться в шалаше, в буквальном смысле, и жить без каких-либо материальных благ, помогать друг другу, делиться всем, чем у вас есть, с другими и с ближними. Как вы вообще считаете, эта идеология в современном мире имеет место быть или нет? Давайте теперь про сюжет немножко расскажу. Ну, с приёма у психотерапевта сидит герой, которого играет Борис Дрегачёв, и психиатры у него спрашивают, как вы думаете, вот у вас сейчас кризис с женой, вы пришли по этому поводу, и сейчас я у вас хочу спросить. В общем, после приёма у психотерапевта главный герой наш понимает, что у него большие проблемы с женой, и дальше он так с этим не может жить. И он приходит после сеанса, в это время врывается во время сеанса его жена, и из-за того, что психотерапевт на него надавил, фактически получилось, что он сознался в жене, что он хочет быть со своей бывшей девушкой. Откуда у него такие мысли возникли, почему он их решил обнаружить, рассказывается в этом фильме дальше. Дело в том, что он был знаком ещё в школе со своей подругой по парте, и она стала впоследствии его девушкой. Он за ней очень долго ухаживал, но дело до интима так и не доходило. Так как он был очень полный, он ей всё время давал какой-то аванс в виде каких-то бонусов. То есть он себя считал не совсем недостаточно красивым парнем, поэтому он давал своё внимание в виде заботы, в том числе и в виде денег, которые он копил и откладывал, отдавал своей вот этой девушке. А она, эта девушка, которая играет Любовь Аксёну, очень хорошо пользовалась им. То есть она его научила с самого детства пользоваться именно мужчинами в полном объёме. Несмотря на то, что наш главный герой прекрасно понимал это, ему это устраивало. В какой-то ситуации он чувствовал себя мужчиной, и это в нём лелеяло его мужественность. Но когда он приехал на Бали отдохнуть со своей бывшей девушкой, за ним последовала его жена вместе с этим психологом. И там уже разворачивается так интересный сюжет, что там начинаются приключения, в которые как раз втягиваются и герои, которые играют роман Курцев. Поэтому я считаю, что фильм стоит посмотреть, потому что это комедия, и там очень много смешных моментов. Она, может быть, отчасти вначале кажется слишком наигранной, но потом актёры вживаются в эти роли и становится совершенно очевидно, что они искренне пытаются передать атмосферу этого фильма. Поэтому я вам очень рекомендую его посмотреть. Ещё раз фильм называется «Гуляй, Вася». Почему Вася? Знаете сами. Хотела вас дальше сподвигнуть к просмотру следующего фильма, который называется «Последний богатырь. Корень зла». Я думаю, что вы смотрели две предыдущих части этого крутого блокбастера, снятого в лучших традициях Голливуда, предысторию этого фильма, то вам будет интересно посмотреть и третью его часть. В этом фильме «Последний богатырь. Корень зла» играют те же актёры. Виктор Хориняк, который играет богатыря Милы Сивацкая, Сергей Бурунов, Екатерина Вилкова, Елена Яковлев, Константин Лавроненко, Кирилл Зайцев. Как в предыдущих сериях, если вспоминаете, то богатырь, он обладал, которым играет Виктор Хориняк, недюжей силой. И эта сила позволяла ему быть самым самым крепким и сильным мужчиной в этом королевстве. Но на каждого силача всегда найдётся другой силач. И в третьей части как раз богатырь теряет свою силу. И чтобы её найти, ему необходимо преодолеть ряд препятствий и отправиться в приключения за этой силой. Там ему начинают помогать новые герои, появляется колобок, появляется его конкурент в начале, но потом он позже становится его соратником. Поэтому сюжет очень интересный. Я считаю, что фильм достойно можно отнести к разряду комедий. Но чтобы прям сильно смешным, он мне не сильно показался. Но так вот на семёрочку в принципе сойдёт. Смотреть под кофе, под чай или просто сходить в кинотеатр со своими друзьями, посмеяться, просто оторваться, провести время. Итак, третий кинообзор. Это будет сериал, турецкий сериал. Я уже дошла до турецких сериалов, можете меня поздравить. Но, кстати, я вам хочу сказать, что иногда полезно смотреть зарубежные именно сериалы, индийские там, фильмы, турецкие. Для чего? Для того, чтобы понять их культуру, их культуру общения. Потому что все люди, которые коммуницируют между собой, например, специалисты по рекламе, часто приходится коммуницировать с иностранцами. Иногда, когда вы едете в путешествие, вы также коммуницируете с иностранцами. Поэтому вот это один из способов узнать их культуру общения. Так вот, фильм называется «Постучись в мою дверь». Это сериал. Пока я второй сезон начала смотреть, смотрела 11 серий, но с большим интервалом. Ну, конечно, если смотреть с точки зрения динамики, там особо ничего не происходит. Постоянное обсуждение одних и тех же событий просто разными людьми. Можно сказать, что в этом фильме разговорный жанр превалирует над действиями. В этом и плюс вот этого сериала. То есть, если вам, допустим, любите вы послушать и хотите, чтобы у вас появился эффект присутствия в квартире, да, вот хочется вам, как будто вы где-то в обществе, можете включить этот сериал, послушать просто, как разговаривают люди между собой. Ну, а я человек любопытный, мне было интересно посмотреть на этих актеров, как они в этом сюжет, в чем, в этого сериала. Давайте я вам просто расскажу предысторию. Девушка, ее звали Эда. У нее появляется возлюбленный Серкан, но они случайно абсолютно встречаются во время сессии. Ее исключают из института за неуплату образования. Дело в том, что она учится на кафедре архитектуры и дизайна, и обучение у нее платное. Единственный выход восстановиться во время учебы, это пойти работать к Серкану взамен на то, что он окажет ей услугу по оплате ее обучения. Но у нее с Серканом возникает такая дружба на грани любви. То есть любви пока никакой нет, скорее такая дружба, они начинают дружить против бывшей девушки Серкана. Серкан с помощью Эды хочет вернуть чувства своей бывшей девушке, потому что она очень умная, влиятельная, и, как он говорит Эде, у нее есть все качества, деловые и личные качества, которыми он просто восхищен. Именно поэтому он очень раздосадован именно Серкан тем, что его бывшая девушка готовится стать женой другого. Именно поэтому, выбрав красавицу Эду в свои секретарши, он старается вызвать ревность. И ему это удается. Начинается очень сильно любопытство по отношению к Серкану, его бывшей девушке. Все оказывается не совсем так просто, потому что у Эды есть еще масса подружек. У нее есть еще три подружки, отношения, с которыми у нее тоже складываются достаточно добрые, и они постоянно ей помогают в ее любовных делах. Но при этом они успевают еще обсуждать с ее родственниками ее отношения, и получается так, что они всегда ей помогают. И получается, что там просто сериал Санта-Барбара с бесконечным количеством родственников в том числе, которые все обсуждают личную жизнь вот этих вот своих детей. Ну, если посмотреть на этот фильм со взрослой точки зрения, там встречаются отношения между матерями взрослых детей, между свекровями и тещами, как они переживают вот эту сепарацию от своих взрослых детей, и как они очень уважительно относятся к друг другу, даже не зирая на то, что у них есть, допустим, разногласия с родственниками, разногласия с другими людьми, но они стараются держать лицо. Вот такая вот манера общения культурная, она меня восхищает, потому что у нас, у русских, есть качества такие, как спыльчивость, обидчивость. Здесь, конечно, турки тоже очень спыльчивые люди, у них очень, особенно у мужчин, спыльчивый характер, но есть и женщины, турчанки очень взрывные и достаточно злопамятные. Поэтому, если вы вспомните несколько турецких сериалов, то вы вспомните «Королёк птичка певча», это турецкий сериал, напомните мне или нет. Но я помню, что Камран там, по-моему, был, и вторая вот его «Любовь». Напишите мне, я забыла. Ну, в общем, если честно, вот этот вот сериал времена вот этого вот фильма «Королёк птичка певча». Короче говоря, я рекомендую его посмотреть просто для того, чтобы расслабиться и получить эстетическое удовольствие от общения между этими людьми. А вы напишите в комментариях, как вы считаете, Серкан, почему всё-таки выбрал Эду для реализации своего плана. Ну, понятно, что она красивая, но по каким ещё качествам. То есть, мне интересно ваше мнение. Давайте пообсуждаем. И давайте только вот честно, как вы считаете, кто мне, Селин или Эда? Вот эти две, бывшая и нынешняя, девушка Серкана. Пожалуйста, мы пообсуждаем с вами в комментариях. А я сейчас с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего вечера. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И скоро у вас будет новый кинообзор на моём канале. А мы будем с вами обсуждать тему, как выйти замуж. Субтитры сделал DimaTorzok